Этим колонкам у меня претензий нет. Их раскрывать и раскрывать. Им нужна моща. Помещение у меня большое, 26 метров. Усилители я пробовал тоже очень много разных. Yamaha 1100, трусовский усилитель у меня был из SATA. Мусатов у меня достаточно долго. Также... Так, у меня тут семейные вопросы. Были ламповые усилители Classic Voice от Кирилла Остапова. Также Каин был на тестах. Был Кембридж, уже не помню какой. Надо было лучше подготовиться. Ну ладно. И продолжение концепции. Укорачиваем по возможности все пути прохождения сигнала. От транспорта я избавился. Компьютера достаточно у меня с оптики идет. То есть у меня полная развязка по питанию с компьютером идет. Ну кабель, да, я купил хороший. Я так детально не сравнивал. Но меня все устраивает. Не стеклянный, но лучший из... Компьютера, который еще пластмассовый. Кой это у меня кабель. Сам компьютер у меня стоит на кухне в другой комнате. То есть шума никакого нет. Ну теперь самое главное, самое интересное. Саша Федотов, мой знакомый, у которого я кабели делаю и сейчас делаю для своего нового усилителя. Ну как нового, так-то он бэушный, но в моей системе новый. У него профессиональный усилитель дома. А я, учитывая, что я в своей студийной деятельности давно об этом задумывался, стал у него про бренды спрашивать. Ну он говорит, да бери Крест Аудио. Пинг Флойд играет на них концерты. Лабгруппен, шведский, по-моему, бренд. Металлика играет концерты. Еще хороший QCS, по-моему, называется. И есть усилитель, 600 страниц, по-моему, на форуме Hi-Fi. Про него Arts SLA 2. Я решил Крест Аудио брать. И, значит, у них система такая. Старые модели, они называются, по-моему, VS. 450, 600, 50, 900. Вот эти цифры, они обозначают мощность. Я решил что-то посвежее взять. И взял модель с индексом ЦА. Они есть ЦА2, ЦА4, ЦА6 и ЦА9. ЦА2 даже, хотя по фото особо не лечу, но даже по фото видно, что у меня смысла никакого нет. У меня почти ничего не изменится. Мне нужно было именно добавить мощности. Потому что надо отдать тут должное Мусатову. У меня вот 26 квадратов. Он не отключается при перегрузке, как многие у меня усилители на тестах. А еще самое поганое, когда потихонечку, втихаря снижают громкость. Нет, он просто индицирует, что у него клиппинг идет. Но он плавный. Трусов такого вообще не было. То есть он бы мне больше подошел. Так вот этот усилитель. Давайте я попробую снять. У него ЦА6 это значит 600 ватт. 600 ватт на 4 омах. Значит на моих в районе 6 омах будет 400 ватт наверное будет. Так что я вам хочу сказать. Давайте я его сейчас включу пока снимаю. Вот сразу минус. У него активная вентиляция. Шумит. Но ни я, ни жена особо не замечаем. Так же я его в кино использую. В кино сразу скажу. Прирост. Взрывная атака. Лучше все стало. Ресивер у меня. Пионер 901. Я фронты качаю усилителем. Собственно что тут еще интересного. Можно использовать без преда. Совершенно ровная лигуруровка по каналам. То есть звучат они идентично. И можно использовать. Я сейчас подогнал по домашний кинотеатр. Вот пусть он пока гудит тут слегка. Ну и минус конечно. Что разъемы профессиональные. То есть спекон это для акустики. Но я использовал существующий кабель. Просто эти спеконы под винт на него посадил. Более-менее красиво. И XLR входы. Но это я думаю решаемая проблема. Что мы имеем. Свои сетевые три кабеля черновских я продал. Мне это хватило чтобы купить усилитель. За 25 тысяч я его купил. И еще у меня остались деньги чтобы сделать новые кабели. У Саши Федотова я сделал сетевой. И сигнальный кабель XLR который. А в плюсах что? В плюсах что звучание. Я не знаю к чему придраться. Контроль. Низкочастотных динамиков. Это я не знаю как описать. То есть бывало что. Начинает например бас-гитара играть. Вступают все инструменты. Идет просадка. Тут же ты можешь только бас-партию слушать. У тебя как будто басист играет. У тебя динамик не болтыхается. Достаточно сложно у меня акустика. Для усилителя. Закрытый ящик. 11 дюймов. Низкочастотник. Он у тебя как вот. Я не знаю. На жесткой сцепке двигается. Все четко. Я боялся что высокие. Будут резкие. Ну думаю у меня на колонках есть регулировка. Если что подрегулирую. Ничего не понадобилось. Трубы слушаешь. Вот у тебя в помещении они звучат. Они настолько яркие. Какие должны быть. И при этом совершенно слух тебе не режут. С детальностью все в порядке. То есть я сейчас чувствую. Что система раскрылась полностью. За такие собственно небольшие деньги. Вот у меня вопрос. Чем занимается вот high-end индустрия. Выпуская усилители на порядке дороже. У которых даже зачастую мощность меньше. Ну да. Это усилитель мощности. Здесь нету стройного фонокорректора. Нету стримера. Но мне это и не надо. Я сейчас чисто про усиление речь веду. Поэтому. Если хотите попробовать улучшить звук за относительно небольшие деньги. Попробуйте взять профессиональный устилитель. Бренда я перечислил. Мне никаких денег нету от этих продаж. Я никого из продавцов не знаю. Сам я купил у человека в таком хорошем состоянии. Усилитель 2003 года он производства. У него жена пела караоке под это. Причем я не шучу. Реально. Я к людям приехал домой. Посмотрел какая у них аппаратура. На моем канале будут записи. Рекордер запишу попозже. Если интересно послушайте. Завтра наверное запишу. Сейчас я вот кабели все поменял. До этого я слушал на простых. Сейчас может быть даже получше будет. Все сфазировал. Так что. А. Ну хотел еще сказать. Да. ЦАП этот. У меня чисто Redbook играет. Если вам интересно DSD. Хареза. Это мимо. Но как бы речь сейчас в основном не о ЦАПе. На усилитель может приходить все что угодно. И еще. Что же по поводу регулировки громкости. Пока я регулирую с телефона. Фубар у меня приложение. Есть цифровая регулировка. То есть у меня по шкале где-то 14 из 100. Я ухудшения не слышу. Но заказан пассивный пред из Китая. На лестничном регуляторе Никитина. С релюшками. Вот он сейчас в пути. Расскажу как будет. Тогда можно цифровую регулировку на максимум делать. Но к сожалению они делают модели только со встроенным Bluetooth. Ну будет значит и Bluetooth. Посмотрим на сколько он влияет. И в принципе либо отдельно видео сниму. Либо просто на форуме напишу. Как лучше получилось. И сейчас неудобство. Ну я музыку слушаю раз в неделю. В выходные. Ну там пару выходных. Приходится провод переключать. То есть сейчас у меня он либо идет на выход ресивера. На фронтальные каналы. Либо я его переключаю на ЦАП. Чтобы послушать музыку. А с этим предом это уже не пригодится. Вот посмотрим на сколько он влияет на звук или нет. По тем сведениям что у меня есть. Там все нормально с этим. То есть у него пассивная регулировка. Только на понижение работает. Ну да. Там питание требуется. Потому что реле переключаются. В общем все расскажу. А пока вам скажу. Что я специально сразу видео не снял. Чтобы эффекта вау не было. Я послушал несколько выходных. Я придраться вообще ни к чему не могу. САБы можно не включать. Колонки такой бас дают. Ну может быть только суббаса. Вот совсем инфрониза нет. Средний детальный со сценой. Все хорошо. Ну что говорить. Слушайте записи. А если подпишетесь на канал. Я буду вообще рад. Я конечно особо не заморачиваюсь. Вот я как говорится. First take сразу снял видео. Если кому интересно смотрите. Если слишком длинно пишите. Будем короче делать. Можно и со штативом. И с оператором. И все делать гораздо интересней. Ну не то что интересней. А профессиональней. Всем спасибо. До встречи.